И ещё одно совершенно небольшое стихотворение без названия, посвящённое нашей замечательной такой родине, в которой мы все живём. Тёплый вечер холодного дня. Ветер, оттепель, пенье, сирены. Не дразни меня, хватит с меня. Мы видали твои перемены. Не смущай меня, оттепель, Не обольщай поворотами к лету. Я родился в холодной стране. Честь мала, но не трогай хоть эту. Только трус не любил никогда Этой пасмурной брежущей хмуре, Голых веток и голого льда, Голой правды о собственной шкуре. Я сбегу в этот холод. За не, от соблазнов грозящих устоем, Мы укроемся в русской зиме. Здесь мы стоим того, чего стоим. Вот пространство, где всякий живой, Словно в пику пустому простору, Обрастает тройной кожурой, Обращается в малую спору. Ненавижу осеннюю дрожь, На границе надежды и стужи. Не буди меня больше, не трожь, Сделай так, чтобы не было хуже. Там, где вечный январь на дворе, Лед по улицам, шапки по крышам, Там мы выживем в тесной норе, И тепла себе сами надышим. Как берлогу, поземку, пургу, Не любить нашей северной музе, Дети будут играть на снегу, Ибо детство со смертью в союзе. Здравствуй, Родина! Вдали твоей Лучше сгинуть как можно бесследней. Приюти меня здесь, Обогрей, стужей гибельной, Правдой последней. Ненавистник когда-тошний твой, Сын отверженный, Враг благодарный. Только этому верю. Родной тьме египетской, Ночи полярной. И мы заканчиваем наш эфир. Остается только сказать, Что в следующем эфире Вы услышите рассказ Спрэга де Кампа, Известнейшего писателя-фантаста, Веер Императора. А пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok